В эфире новости РТК за Байкале. В студии Вера Садулина. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Утро после взрыва. Работа по ликвидации последствий ЧАЭС на Боровой-6 продолжаются. Состояние стабильно тяжелое. Как себя чувствуют пострадавшие при взрыве газа в Антипехе? Внеплановые проверки. Работу газового оборудования после случившегося начнут инспектировать по всему городу. А теперь подробнее найти и другие темы. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта за Байкале сообщило, что в регионе имеются и проектировщики, и подрядные организации, которые в случае получения разрешения смогут заняться восстановлением дома, пострадавшего во время взрыва газа в чате 9 марта. Провести реконструкцию здания будет возможно ориентировочно за 4 месяца, но решение о восстановлении будет принято только после получения заключения экспертизы, подтверждающей, что несущие конструкции не повреждены. Работы по ликвидации последствий взрыва по адресу Боровая 6 продолжились до 4 утра и возобновились уже сегодня в 7 часов, как только спасательная группа сменилась. Дом полностью обесточен и в него пока по-прежнему не пускают жителей в целях безопасности. Большинство из них находятся у родственников и друзей. Все они ждут, когда им разрешат забрать из квартир хотя бы документы и домашних животных. Наша съемочная группа сегодня утром вновь отправилась на место взрыва, а также встретилась с жительницей дома, которая первой сориентировалась в ЧАЭС и вызвала службы быстрого реагирования. На том же пятом этаже, только в соседнем подъезде, Галина Ивановна считает, что ее квартиру не зацепило каким-то чудом. Пока живет у дочери. Момент детонации газа до сих пор стоит в ушах. Признается, когда увидела, как вчера работали сотрудники газовой службы, сразу заподозрила что-то неладное. Что интересно, когда вот ходили, обычно газовая служба была, когда газ был, у них какие-то приборы были, а здесь вообще никаких приборов не было, вообще ничего. Вот, у них только один был единственный шланг, и он обратно же у меня шланг тот от газа отцепил, другой подцепили, они вывели. На балконе вышли туда на улицу, воздух еще снова пошел, потом газ пошел, и они газ пропускали, где-то минут пять, наверное, пропускали, потому что вдруг там завьюшено, там где-то что-то будет, что. Несмотря на хаос, сразу после взрыва пенсионерка не растерялась и первой позвонила дочке, чтобы та поскорее вызвала службы экстренного реагирования. Лежу, первый подъезд, валится там, кирпичи летят, пыль такая вообще, я заскочила, короче, газ перекрыла бегом, меня затрясло все вообще, я не знала, что делать, у меня сахар сразу прыгнул, все во рту пересохло вообще, такой стресс, схватила телефон сначала, и сразу начала младшей дочке звонить, говорю, доча, говорю, у нас, говорю, газ взорвался в первом подъезде, там с пятого этажа, квартиры все вылетели, короче, звони скорее, говорю, в скорую МЧС, всем, всем, всем звони, и сама бегом сюда, говорю, это беги, и вот она быстренько сразу набрала, и всех, всех, мне сейчас сразу звонят, вот они, поэтому быстренько сразу приехали все. Галина Ивановна успела одеться и взять паспорт, в отличие от других соседей, которые в это время были на работе. На Боровой-6 продолжают убирать завалы свежими силами, спасательные службы трудятся в усиленном режиме, чтобы как можно скорее дать возможность жильцам забрать хотя бы документы. В настоящий момент работает группа специалистов, которые определяют, есть ли какие-то разрушения, либо угроза для вот этих квартир, которые в третьем и четвертом подъезде, чтобы принять решение после того, как пройдут все процедуры ликвидации последствий разрушений, можно было запустить людей в свои квартиры в третьем и четвертом подъезде. Ну а первый, второй подъезд, там уже понятно, там другая ситуация, там совершенно другое оборудование будет использовано для того, чтобы принимать решение. В доме по-прежнему нет воды и электричества. Местная управляющая компания с многообещающим названием «Успех» ждет сегодня разрешение штаба ЧС, чтобы запитать два непострадавших подъезда. А пока собирает списки жильцов для оказания помощи и организует уборку у соседнего дома, где взрывом выбило стекла. Пострадали соседние дома от взрыва. Списки, у кого поменять стекла. Плюс сейчас мы будем хотя бы пока, чтобы не переморозить дом, третий, четвертый подъезд, вот эту боровую шесть, мы будем пленкой закрывать. Сотрудники Забайкалпошспа сотрудятся в несколько смен, даже несмотря на плохие погодные условия. Ветер изрядно затрудняет многие процессы. Прогнозов, когда территорию полностью очистят, никто не дает. В ближайшее время из Москвы в Читу для обследования поврежденного дома будет доставлен комплекс «Стрела-П». Он позволит не только провести профессиональный мониторинг текущего состояния здания, но и спрогнозирует возможность его дальнейшей эксплуатации. Гулял Хасова, Григорий Анипер, Антон Носов, РТК Забайкалье. 11 пострадавших, четверо из которых дети. О состоянии тех, кого удалось оперативно извлечь из-под завалов на Боровой-6, расскажем прямо сейчас. Примерный ущерб от взрыва газа в Антепихе правительство Забайкальского края оценило более чем в 12 миллионов рублей. Максимально пострадали 7 квартир. Кто-то в одночасье потерял свой дом, а кто-то получил и физические травмы. Чтобы узнать о состоянии пострадавших сразу после событий на улице Боровая-6, наша съемочная группа отправилась в больницы города. Пострадавших от взрыва бытового газа привозят в различные отделения различных медицинских учреждений нашего города. Сюда, в Краевую детскую клиническую больницу, недавно привезли 7-летнего ребенка. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Состояние на данный момент при поступлении ребенка остается очень тяжелым. Тяжелый за счет комбинированной травмы. Тяжелая травма шейного отдела позвоночника. Тяжелый ушиб головного мозга. Закрытая травма живота. Закрытая травма грудной клетки. Ушиб легких. Ушиб сердца. Ушиб печени. И ожоги. В принципе, 30-40% ожог. Травматический шок. И общее переохлаждение. На утро 10 марта состояние остается стабильно тяжелым. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Главной проблемой сейчас, по мнению врачей, является именно травма позвоночника. Также в тяжелом состоянии, но уже в краевую клиническую больницу после взрыва была доставлена пожилая женщина. Поступила женщина, 78 лет. Была обследована в приемно-диагностическом отделении. Сделаны все обследования. Доставлены в нашу кардиореанимацию, в наше отделение. Ускими специалистами была осмотрена здесь, на месте. Данных за свежие травмы у нее связано с ЧС нет. Находится у меня в состоянии стабильно тяжелым. С основным заболеванием, которым она постоянно наблюдается в поликлинике. Для тех жителей, у кого от взрыва пострадало имущество, администрация Ингодинского района открыла два пункта временного размещения. Основной из них в школе номер 14, которая располагается неподалеку. Здесь мы организовали два помещения. Самое большое помещение – это актовый зал на третьем этаже. Здесь класс, здесь 10 человек будет у нас размещаться. В актовом зале будет размещаться еще около 20 человек. 24, если точнее. Будут ли эвакуированы сюда соседи или только жильцы этого пострадавшего дома? Мы будем принимать, стараться всех. Поэтому без исключения. Дополнительный пункт на 13 коек был развернут и на базе «Березка». Заявки на временное размещение в школе номер 14 подали пока только 4 человека. И лишь только один из них воспользовался услугами в ночь с 9 на 10 марта. Дарья Пьяникова, Екатерина Пешкова, Никита Дроздов, РТК «Сбайкалье». Глава региона Александр Осипов сегодня утром обсудил с врачами Краевой детской клинической больницы лечение мальчика, который после взрыва газа находится в тяжелом состоянии. Специалисты отметили, что пересмотрели степень ожогов ребенка с 40% до 11%. Также сегодня забайкальские специалисты провели телемедицинскую консультацию с врачами российской детской клинической больницы имени Пирогова. Александр Осипов пожелал скорейшего выздоровления и пострадавшей женщине, которая госпитализирована в городскую больницу номер 1 Читы. И в продолжении темы. За здоровье пострадавшего во время взрыва ребенка переживают сегодня не только его родные и близкие. В школе номер 14, где он учится, в первом классе сегодня был организован сбор помощи семье. Новость шокировала весь преподавательский состав. За мальчика переживают одноклассники и их родители. Больше всего меня, как человека, затронула, конечно же, семья моего мальчика. Добрый, хороший мальчишка. Начал учиться очень старательный, очень аккуратный, любящий, очень сильно свою маму, самостоятельный. И прискорбно то, что оказавшись дома один, из-за чьей-то роковой ошибки он пострадал. Дети переживают, сегодня подходили, спрашивали, интересовались. Тут же была создана инициативная группа родителей, которые вышли ко мне с вопросом, чтобы помочь семье нашего ученика. Ну, я вышла и, конечно же, пошла на встречу. После взрыва газа в жилом доме по Боровой-6 было собрано экстренное совещание КЧС, по итогам которого были приняты первые решения, в том числе и о выплатах пострадавшим. Списки уже формируются. О чем еще договорились власти и компетентные органы минувшей ночью, смотрите далее. Директор чита Облгаз прокомментировал вчерашний взрыв в доме Боровая-6. Пообещал оказать посильную помощь пострадавшим, но вот публичных извинений людям так и не принес. Мы не снимаем себя ни в коей мере ответственности. Однако, пока рано говорить о причинах, случившиеся, они будут ясны по результатам расследования компетентными органами. В свою очередь, компания также проведет внутреннюю проверку. Вне зависимости от результатов расследования аварии, компания примет активное участие в восстановлении поврежденного дома в Антипихе. Пострадавшим я желаю скорейшего выздоровления и им также в порядке окажем материальную помощь. Напомним, вчера вечером состоялось экстренное совещание правительства региона, по результатам которого был введен режим ЧАЭС. Также официально подтверждено, что взрыв произошел именно в день подключения дома к газоснабжению. В этот день, сейчас выявляется уже информация правоохранительными органами, в этот день проводились работы газовой организации по этому дому. И в дальнейшие обстоятельства все будут устанавливаться, что конкретно произошло и почему. Были определены и суммы выплат. Гражданам, которые получили тяжкий вред здоровью, будет оказана помощь в размере 400 тысяч рублей. Люди, которые получили легкий вред здоровью, в результате поражающего фактора – 200 тысяч. За полную потерю имущества каждый проживающий в квартире человек получит по 100 тысяч рублей. За частичную потерю имущества сумма выплаты составит 50 тысяч рублей. Компенсация 50-100 тысяч рублей на каждого проживающего члена семьи. Но если эта квартира снималась, то на нанимателе, если, допустим, один хозяин, и там проживало, скажем, три у него нанимателя, то только хозяин квартиры получит плату. А вот если все же там имущество было на нанимателе, то же бывает такое? Ну, такое бывает. Эти вопросы нужно будет рассматривать отдельно. Сейчас решается вопрос о дальнейшей эксплуатации пострадавшего дома. Было принято решение о проведении двухэтапного обследования пострадавшего дома. Первый этап подразумевает первичное обследование с целью возможного заселения непострадавших подъездов, это третий-четвертый. По предварительной информации, техническая возможность автономной эксплуатации этих подъездов имеется. Все работы по подаче газа в дома Антипихи сегодня приостановлены. Внеплановые проверки на исправность газового оборудования начнутся по всему городу. Обязательно. Обязательно внеплановые проверки по всему сектору многоквартирных домов, подключенных к жиженому углеродному газу. По заключению договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования, полный спектр. План СПГ газификации города Чита. Данная чрезвычайная ситуация не влияет на газификацию города Читы. Валерия Афанасьева, Данил Ботвинский, Антон Носов, РТК Забайкалье. Оксана Сафонсова чудом осталась жива после обрушения дома на Боровой. В момент взрыва она должна была находиться в своем автомобиле, который сегодня утром в виде груды металлолома извлекли из-под завалов. Женщина задержалась в своей квартире всего на несколько минут, чтобы ответить на телефонный звонок мужа. Он и стал для нее спасительным. К трём мне нужно было вернуться на работу. Я поставила машину возле подъезда, зашла домой. Дома кормила собачку и мне позвонил муж. Во время разговора с мужем все затряслось, был хлопок, произошел взрыв. Не помню как, но я потом вышла на балкон и посмотрела вниз. Там просто была груда кирпичей и плит. И просто я видела только свой номер машины. Автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей женщина купила полгода назад. Как нам пояснили в страховой компании, случившийся взрыв и его последствия не являются страховым случаем. А значит, на выплаты можно не рассчитывать. Она застрахована лишь по ОСАГО в компании «Росгострах». Дополнительных страховок, таких как КАСКО, на эту машину нет. Поэтому и обращений в страховую компанию на сегодняшний день, на 10 число, по данной машине не было. Не страховой случай, но и собственник автомобиля может в любом случае обратиться в страховую компанию для вынесения официальных документов. Тут уже решение мы приняли самостоятельно. Но это по закону не страховой случай. Тем не менее, автомобиль пострадал отнюдь не по вине женщины. Четинка решила обратиться за возмещением на телефон горячей линии ЧАЭС. Куда я могу обратиться? Я позвонила в страховую компанию. Мне сказали, это не страховой случай, только при ДТП могут мне что-то возместить. И куда мне обратиться, и что делать? Сейчас, секунду, подождите, я уточню. Так, смотрите. Нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы они вам дали справку, что машина действительно у вас пострадала. Затем нужно обратиться в администрацию города Читы. Вот этой вот ставкой. И если они вам откажут, то переставрещатся в суд. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Почетное звание президент присвоил Забайкальскому штурмовому авиационному полку наименование Гвардейский. Свой вклад в победу. Прикованный к кровати Четинец изготавливает детали для беспилотников. Редактор субтитров А.Семкин Вы смотрите новости РТК Забайкалья. Продолжаем наш выпуск. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 266-му отдельному штурмовому авиационному полку, дислоцированному в Забайкалье, почетного наименования Гвардейский. В указе говорится, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Продолжаем выпуск. Когда желание помогать сильнее всего на свете. Четинец, прикованный к кровати, уже почти 20 лет решил сделать свой вклад в победу. Сегодня он изготавливает приспособления для беспилотных летательных аппаратов на собственном 3D-принтере. В 2005 году Антон попал в ДТП. В результате – перелом двух позвонков шейного отдела и инвалидность. Просто лежать без дела мужчина не мог и начал изучать программирование. Шесть лет назад решил осуществить свою мечту и купил 3D-принтер. Печатал сувениры и детали для мелкого ремонта, но после начала СВО решил сменить профиль. Я следил за событиями на Украине. Там Моторолы, Гиви. Они начали уже там использовать квадрокоптеры. Видел видео, что они там на 3D-принтерах работают. Ну, подумал, значит, и здесь нужно. Я себя считаю патриотом своей страны. Должно что-то уже давно поменяться в нашей стране для улучшения жизни. Все только ругают, хаяют в интернете. Ругать может каждый, уверен мужчина. Чтобы помочь нашим бойцам на передовой, а заодно и найти практическое применение своему труду, Антон отыскал в социальных сетях группу «Я вернусь». И предложил свое сотрудничество. О том, кто создает огромный объем, столь нужный для бойцов СВО продукции, участники проекта сами узнали только в конце октября. Велась переписка, и разговаривали по телефону. Мы даже не понимали о том, что человек в таком состоянии находится. И когда я приехал к нему забирать 3D-модели, то, что он изготавливал нашему заказу, и вообще как, то, что он мог предоставить. Мы как раз увидели о том, что он является инвалидом. То есть, и тоже прониклись этим моментом. Сейчас Антон является одним из ведущих специалистов по изготовлению 3D-моделей для СВО. Он создает стабилизаторы вертикальной устойчивости, ампульницы и многое другое. Всего за неделю удается напечатать до 300 изделий. С утра я ухожу на работу, ставлю ему этот принтер, и вот он с утра, в 8 часов я выхожу из дома, с 8, где-то до 12 он занимается вечером этим. Нравится ему это. И настроение, конечно, больше тоже появилось, когда он начал помогать. За свою работу Антон не просит ничего. Для него важен вклад в общее дело и общение с людьми, которые, как и он, горят идеей помогать. Несмотря на скромность Антона, команда проекта «Я вернусь» все же не смогла остаться в стороне. Ребята решили помочь своему товарищу и приобрели ему новый компьютер. Свой Антон покупал еще в начале 2000-х. Екатерина Пешкова, Антон Носов, РТК «За Байкалье». Ни слова о случившемся ЧП. Вопреки ожиданиям общественности, сегодняшний отчет был именно отчетом. Результаты за 2022 год, планы на год грядущий и один значимый, но пока еще не мой вопрос. Как остановить уезжающих из региона врачей? Что бы ни происходило в регионе, отчет должен состояться по расписанию. Как будто предваряя основную тему разговора, министр здравоохранения Оксана Немакина поблагодарила медиков, которые, несмотря ни на что, остались верны за Байкалью. И перешла к результатам работы за 2022 год, отметив и увеличение продолжительности жизни в регионе почти до 68 лет, и снижение рождаемости, и увеличение показателей смертности от алкоголя и наркотических веществ. Но центральным вопросом обсуждения стал все же кадровый голод. Если взять открытую систему здравоохранения, то в центре ее находится пациент, то сама, как отрасль здравоохранения, в ее центре стоит врач. И до тех пор, пока мы не наберемся мужества, квалификации, решительности, вот эту правильную иерархию, приоритизацию выстроить, мы все многочисленные проблемы здравоохранения будем иметь. И большая часть из них порождается именно этим. Несмотря на работу программы «Земский доктор», предоставление жилья и ипотечных льгот для врачей, отток медицинского персонала из-за Байкалья не прекращается. Об этом рассказали все докладчики, представлявшие крупнейшие больницы края. Не спасают пока ситуацию и премии, призванные повысить общественный статус медработников, хотя в этом году заявки на их соискание подают гораздо активнее. Не способствует делу и спор среди медицинских работников относительно недавних выплат для представителей первичного звена здравоохранения. Например, персоналу краевого диагностического центра они не поступали. То есть там врачи лишены этой возможности. Такая социальная несправедливость может в конечном итоге, если вопрос не решится, привести к тому, что вот эти высококлассные специалисты, я не побоюсь этого слова, просто начнут плавно перетекать, ну скажем так, в структуру коммерческой медицины. В свою очередь Оксана Немакина ответила, что выплата является федеральной и все категории граждан указаны в документах. В первую очередь сотрудники тех учреждений, которые имеют прикрепленное население. И конкретные категории все прописаны. Мы четко следуем тем указаниям, которые дает нам федеральный центр. Мы написали ряд обращений с вопросами в Минздрав России по отдельным категориям. Ждем ответа на сегодняшний день. Губернатор края в этом вопросе предложил обратиться к опыту других регионов. И раз деньги федеральные, при наличии аналогичных проблем, их нужно решать сообща. Что же касается дефицита кадров, было предложено запустить новый проект под названием «Вектор будущего». Его целью станет мотивация молодых специалистов к трудоустройству в селах и профильная ориентация младших школьников. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК «За Байкалье». Где готовили кадры для бурно развивающейся промышленности в Чите? Сколько стоило посещение тира в здании бывшего кинотеатра «За Байкалец?»? Кто открыл первое в городе кафе китайской кухни? Все это в очередном выпуске проекта «О чем молчат улицы» с Александром Лыцусем. Александр Иванович, вот здание одно из самых любимых нашими горожанами, да, кинотеатр? Камера в руках, она у тебя куда сейчас смотрит? Я пока вопрос на вас. Сразу размер. А, все? Объектив-то у тебя, ого. Ах, ты рыбочка, ты моя. Я же не оператор. Объектив-то у тебя. Будьте внимания. любимых нашими горожанами. Что здесь было раньше? Ну, прежде всего, это здание постройки 1911 года. Фамилия у парня была Духай, он был известным предпринимателем. И построил здание на бойком месте. Вот эти проемы, видите, да? Это были окна, огромные окна. Там был ресторан, магазин и так далее, и тому подобное. Там был торговый центр. А где-то в начале 40-х годов, после национализации этого объекта, там был открыт один из первых советских кинотеатров, который получил звучное название «Забайкалец». К сожалению, по сравнению с Центаровым, «Забайкалец» был гораздо лучше и интереснее. В каком плане? А потому что здесь самый мощный звук, который есть в городе. И наш Роспотребнадзор сказал, что они на пределе. Я не могу слушать громкий звук, поэтому я немножко возмущался. В детстве я ходил в подвал. Что там было? А в подвале был тир. И за две копейки можно было стрельнуть. И я тратил определенную сумму денег на того, чтобы пострелять. Копили? Ну, да, безусловно. Кинотеатр был двухзальным, как и сейчас, в принципе. Но в нем была какая-то своя аура. Просто, со вкусом, портреты актеров и так далее. И он был сооружен напротив здания городской управы, которая переехала сюда в 2012 году. И уже чуть позднее построен был вот этот дом. Пассаж второго. На месте прокуратуры стояло двухэтажное здание. Немножко было ветхое. Оно в 93-м году было в списке памятников архитектуры. Но товарищи прокурорские посчитали возможным построить новое здание на этом месте. Но власти городские не возражали. И вот если сейчас туда дальше пройти, там известное такое интересное здание, ремесленное училище. Надо сказать, что Чита всегда отличалась стремлением к образованию. Много хлопот было по строительству мужской гимназии. Много хлопот по открытию всевозможных школ и так далее. А вот ремесленное училище как раз оно готовило кадры для бурно развивающейся промышленности Забайкалья в начале 20-го. Каким профессиям там обучали? Были кузнецы, были механики, были слесари. Были ребята, которые занимались изучением землемерного дела. То есть они были помощниками землеверов. И поэтому потребность в этом училище была очень-очень велика. И, слава Богу, оно было открыто и пользовалось огромной популярностью у населения тогдашней Читинской области. Забайкальской области. Вот эта улица, ранее называлась она Иркутская, она не была главной, не соединяла остров с центром города. А главной улицей соединяющей была улица Нерчинская, помните? И там как раз был мост через реку Читинка. Вот сейчас мы пересекаем улицу Иркутскую. Ну, вы знаете, что названия наших улиц, они были порушены, по сути дела, в 20-е годы. Хотя, хотя, улица Амурская, она перестала таковой быть в 13-м году. Почему? Потому что в честь 300-летия Дома Романовых решили ее назвать Александровской. Ну, замечательно, Александровская улица. А в 23-м приехал Михаил Иванович Калинин, Всесоюзный старосты. Улица стала Калинина, и только в 94-м году историческое название было восстановлено. В результате 4 названия было улицы, да? Да, да, да. Это было вот первый и последний акт, когда улицам возвращались исторические названия. Ну, вот наш знаменитый Дом Книги, к сожалению, он перестал таковым быть. Этот магазин посещал, наверное, полгорода. Почему? Потому что народ книги любил, книгами относились с трепетом, и здесь можно эти были книги купить. Но судьба распорядилась так, что сегодня читают, наверное, в гаджетах. Главное, чтобы читали. Да, да, да. Вот это сооружение тоже интересное. Кафе Тиньсян. Ну, незнаменитый, известный забайкальский художник Ван Вэй. Он в свое время, в конце 80-х годов, жил на Забво, и родители открыли на этом месте кафе. Первое китайское кафе. Это был, по-моему, 89-й или 90-й год. Оно имело популярность? Да, безусловно, потому что китайская пища, она... Ну, тогда это было в диковинку. Сейчас этих кафе было много, но тогда это было здорово. Вот эти невзрачные дома, они тоже являются памятниками архитектуры. Они представляют объекты торговли, которая здесь была бурно представлена в начале 20-го века. Хотя, ну, с точки зрения архитектуры ничего не скажешь, но это был целый комплекс вот этих лавок. Чем торговали? Ну, здесь продавали буквально все. Из кабины изделия, и бакалею, промышленные товары, продовольствие. Надо отметить особенность любой лавки того периода. Лавки можно было купить действительно почти все, потому что предприниматели, купцы, они стремились разнообразить товар с тем, чтобы люди к ним ушли. И поэтому появлялись такие небольшие лавки, магазинчики, ну, в которых действительно было очень много. Там очень интересное подвальное помещение, где можно было складировать вещи, товар, в том числе и были холодильные, скажем так, места, где заготавливали в конце зимы лед, и здесь устраивали ледники, так называемые, для хранения, прежде всего, продуктов питания. Ну, вот это здание с интересной судьбой, его соорудили в 2013 году. Громкое название «Гостиница Селект». Само название оно привлекало. И надо сказать, что внутреннее убранство и внешнее убранство, оно говорило о том, что по забайкальским меркам это был пятизвездочный отель. Ну, гражданская война, и в 2019 году это здание погорело очень сильно. На протяжении почти 10 лет не могли приступить к тому, чтобы его возродить. Но, тем не менее, это в конце 20-х годов произошло, и здание отремонтировали. И если посмотреть номера, которые были там по современному расположению различных комнат и так далее, то можно было представить, что да, действительно, это были апартаменты. И занимали их, как правило, состоятельные люди. Ну, и слава богу. И это все новости на сегодня. Сегодня, если вы столкнулись с проблемой, которую не в силах решить в одиночку, становитесь нашим народным корреспондентом. Снимайте все на камеру своего мобильного телефона и отправляйте в нашу редакцию номер для связи 8-914-120-1813. Предложить свою новость или видео можно еще быстрее. Сканируйте QR-код, который сейчас на ваших экранах, и попадайте в нашу группу в Telegram. Поделиться своей историей, проблемой или необычным видео можно в специальном закрепленном сообщении в шапке профиля. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok